Эта фигура не столь знаменитая, хотя он жил в эпоху, когда римская история нуждалась в ярких, великих личностях и выдвинула их. В эпоху Цицерона, Помпея, очень молодого Цезаря. То есть это время великих государственных деятелей. И надо сказать, в их ряду, как великий полководец, он занимает, и в римской истории занимал очень большое место, о нем писали фактически все основные античные авторы, великие, Плутарха, Пианса, Люсти, Орозий и многие другие. О нем можно прочитать в переводной книге Голдсворти «Квинтсерторий». И в книге Антона Короленкова «Квинтсерторий. Политическая биография. Санкт-Петербург. 2003 год». Очень приятно сказать, что Антон Короленков мой бывший студент, активно работал в кружке истории древнего мира и средних веков. Талантливый человек и безмерно рада, что он пишет очень хорошие труды и книжка превосходная и очень подробная. Моя задача более сжато передать историю этой, в общем-то, трагической личности. С одной стороны, кто он такой Квинтсерторий в римской истории этого безумного времени, времени перелома, когда республика умирала? И это было понятно. Но крича, что защищают республику, били за власть индивидуумы яркие, крупные. Ну, начнем с Сулы Мария. Здесь он замешан в этой борьбе наш с Серторией. И все это будет продолжаться и закончиться установлением сначала стыдливой империи, которая будет называться принципат, декорируясь под республику, а потом перерастет в нормальную империю, а в конце в абсолютно деспотический доминат. Такова история римского государства в кратчайшем изложении. Это безусловно. Вот просто маленькое замечание из того, что я знаю, что называется. Да, вот по поводу Сулы, кстати, тоже интересно, что человек, который боролся за власть, был, в общем-то, деспотом, тираном. Безусловно, злодей. И в то же время самостоятельно, независимо ни от чего, сам отказался от тех огромных полномочий, для которых не было наделено. На пугах всех до полусмертенников. Все замерли. Он год оставался частным лицом, и все тряслись. Завтра вернется, и польются новые реки крови. Серторий не был таким злодеем. С одной стороны, он один из многих вот этих претендентов. Фактически, его жизнь и борьба, центром которой была Испания, провинция Рима, все-таки это была битва за власть в Риме. И с другой стороны, он был необычным римлянам. Там, в Испании, он проводил политику необычную. Ибо даже великий Гай Юлий Цезарь, завоевывая Галлю вскоре после истории Сертория, в основном стравливал друг с другом гайские племена. И эта политика Рима, Дивиде Эд Импера, очень ему помогала. А Серторий попробовал вести необычную этническую политику. Стать, сделать из них не то, чтобы вариацию римлян, но опираться на их благосклонность, понимание. Не все получилось. Но, по крайней мере, это его выделяет. Его происхождение. Из знатной семьи в городе Нурсии он родился. Это земля Сабинская. Одно из племен италиков Сабинни. Ей была легенда, существовало, что некий Сабинский царь, именно такой царь, вождь, позднеплеменной вождь, Тит Таций, был соправителем самого Ромула. Ну, каждый маленький народ создает себе такую мифологическую историю для красоты и убедительности. И большой тоже. Но для Большого Рима он был гомоновус Серторий, происходя из такой семьи. Гомоновус – это значит, ты знатный, но там у себя. В Нурсии. А настоящая голубокровая аристократия, нобилитет – это жители Лациума, потомки жителей Лациума, сердца Рима. Итак, знатный, но не слишком. Рано лишился отца, как очень-очень многие, потому что римляне ведь постоянно воевали и гибли в этих сражениях. Но оставалась мать Рея, имя ее сохранилось, которую он, видимо, очень любил. Лутарх об этом пишет. Судя по всему, он очень любил свою мать, благодарен был за воспитание, образование. Имя его, Сертория и происхождение их рода тоже еще связывают с этруским языком древних этрусков, загадочных. Итак, Лома Новус получил образование классическое, традиционное, в основе права и риторика. Когда-то очень смешно в советское время начинающий, начинающий перестройку Горбачев по телевизору говорит, как я хохотала, как человек, приобщенный к римской истории. Я, может быть, и не оратор, но я политик. Время нельзя было быть не оратором, если ты политик, как и в Древней Греции. И вообще-то эти вещи должны, конечно, совмещаться. Древняя античная традиция, согласитесь, тут права абсолютно. Если у тебя есть идеи, сумей их передать людям. Чтобы тебя поняли, чтобы это было доходным. Конечно. И тогда это первый шаг к твоему авторитету. Потом, конечно, и дела. И он начинал как судебный оратор. Далеко впоследствии его, как правильно пишет Антон Кроленков, сомнительно похвалил великий Цицерон, но на то они и великие. Он сказал так. Из тех, по-моему, передаёт Плутарх. Нет, это у Цицерона. Из тех таких ораторов, каких, сейчас поймём, или лучше сказать крикунов, которых я знал, я считаю самым умным и лёгким на язык из нашего сословия квинта-сертория. Ну, похвала человека, не без оснований полагавшего, что он великий оратор. Цицерона был. Похвала сверху вниз. Рядом с ним они крикуны, пусть не очень вежливо, но всё-таки среди них он выделяет именно сертория. Он начал свою карьеру в судах судебным оратором. Может быть, она бы так и развивалась. Но случилась война Рима, очень трудная, тяжёлая для Рима война с кимбрами и тефтонами, германские племена. Исерторий примерно 20 лет от роду, а родился он в 122 году, приблизительно точную дату, не знаем, до новой эры, а умер в 72-м. Знаменательнейшие даты в римской истории. Это от трибуната Гракхов, 30-е и 20-е годы, это 123-й год, это Гая Гракхов, трибунат. Это последние борцы действительно за республику. Последние республиканцы, благородные люди. До 72-го года это разгар спартаковского восстания. То есть его жизнь окаймлена датами, которые показывают, какое это было безумно трудное время. И так он отправляется на эту войну, принимает участие в знаменитом сражении в Галлии при Араузионе на реке Родан, где римское войско было разгромлено. Разгромлено германцами. И немного у них было таких трагедий. Раз в 4-м веке новой эры великий Амиан Марцелин еще вспоминает ужас этой битвы, значит, это был действительно разгром. Но Серторий отличился как герой. Раненый, человек, под которым был убит конь, без коня сумел переплыть речку эту довольно большую, сохранив при этом оружие. Это героизм, это было замечено. Но наград он не получил, потому что награды выдавали только после удачного сражения. Награду за участие, в котором потерпел поражение, хоть, но заметили. И вот эта его замеченность, следующий шаг в его карьере. В 102-м году сражение с Тевтонами при Аквах Секстиевых, командующий, герой Югурчинской войны, и один из претендентов на эту личную власть, великий Гай Марий, консул, который, начиная со 104-го года до новой эры, пять раз подряд избирался на консульскую должность. Они же избирали ежегодно. Ежегодно. У него нашелся враг, который его и победил Сула. Но пока это великий Марий, герой Югурчинской войны, войны в Северной Африке, где выделился молодой Сула, но Марий выше. Он там был главнокомандующим. Итак, по данным Плутарха, здесь Серторий опять в этом сражении герой, вокруг этого сражения. Он отличился перед битвой. Переоделся галлом, заучил несколько слов языка племени Амбронов. Было много гайских племен. Не зная языка, для маскировки несколько слов, проник в лагерь врагов, а эти галы были союзниками, Тевтонов, и добыл ценнейшие сведения. Вот здесь он был награжден, и он прославился. В 90-х годах этого уже заметного человека, героя, популярного, отправляют военным трибуном в Испанию. Вот начинается его судьба. Его индивидуальная судьба. Ибо Испания в его жизни станет особенным местом чуть позже и навсегда. Он этого не подозревает, он получает должность военного трибуна. В Испании идет завоевание, расширение этой провинции. Дело в том, что она населена многими разнообразными племенами. Часть уже Римом покорена, восточная часть. Она называется Ближняя Испания. Но есть Дальняя Испания. Там горы. Там воинственные пастухи, племена Иберов, Васков, вот в дальнейшем Гасконцы. Басконцы. Баски. Баски, да. До сих пор они отличаются. До сих пор. Этот полуостров. Испания как таковой тогда не был. Древнее название Испания. Но страны единой такой не было. Покоряли карфагенине. Такие полководцы, как Гамилькар, Коздрубал, Ганнибал. Построили там новый карфаген. Картохена будущее. И, наконец, в 206 году до Новой Эры римляне вытеснили всех претендентов на этот полуостров. Началось завоевание Римом. О завершении мы спросили наших радиослушателей. Итак, есть две Испании. Надо сказать, что огромное количество ответов и не такое уж большое количество правильных ответов, Наталья Ивановна. Но они есть. Потому что там воевали многие. Действительно. И многие из тех, кого мы уже сегодня назвали, они уже фигурируют, как завоевать. Но обращаю внимание на слово окончательное покорение Испании. Завершили покорение. Да, завершил. Потому что они наверняка называют именно тех, кто участвовал. В том числе и сертовик. Безусловно. Его туда и отправили. И сразу опять в 97 году до Новой Эры, едва появившись там, он совершает очередной подвиг и опять становится очень заметным. Это война с племенем кельтиберов, кельты и берийцы. Адская смесь. Это смешавшиеся, взаимно проникшие племена кельтиберы. Станут они в будущем его телохранителями, между прочим, воинственнейшие люди. В городе, ну, это условное название, город, это их поселение, конечно, Кастулоне, случилась очень удачная вылазка местных племен против римлян. Римляне не заметили, их перехитрили, что ночью будет на них нападение. Прямо легионеров убивают в квартирах, ночью. Серторий с группой легионеров вырывается из этого городка и не только мобилизовал солдат, вернулся. Они перебили кельтиберов, мужчин, женщин не убивали в рабство. Потом переоделись в их одежду, в одежду их союзников, союзников аританов, и проникли в город, такой же условный город аританов, и перебили их, оставшихся в живых, продали в рабство. Он отличился. Он герой. И он, надо сказать, всю свою дальнейшую, довольно длительную... Он полководец-герой, но вот очень много, так сказать, не прямым военным искусством, а именно хитрости. Вы сразу совершенно, я только хотела именно про это сказать. Достаточно патриархальные времена. Это древние полководцы. Это древнее общество. И вот эта хитрость, приемы, наивные приемы с переодеванием, то, что в новое и новейшее время становится уделом профессионалов, виртуозов. Мы же не скажем, что он знаменитый условный Штирлиц, народный герой, что он просто переоделся, ловко высосался. А там достаточно было сменить одежду. Это... Или другие хитрости, какую он, допустим, применил, да, уже намного позднее, в Лавроне, да, когда он там обманул... Лавроне. Он перехитрил самого Помпея. Он сумел вырваться из окружения, сделай вид, что он окружен. Перехитрил Помпея достаточно наивно. Апопей тоже считался великим полководцем. И он был способный вояка. Один из претендентов, кстати говоря. Но это все-таки... Реальнейших претендентов. Вот это мир претендентов на личную власть. А традиции республики восходят к 8 веку до новой эры. То есть республике, ну, по меньшей мере 600 лет, отрешиться от нее, от той, которую строили с таким трудом. Рим-Полис. Это маленький город-государство. И вот перестроиться. А размеры, объемы их завоеваний, изменение структуры населения, экономики требуют перемен. Все это очень сложно. И Серторий еще до того, как он станет окончательно воевать в Испании. И произойдет тот эпизод, который вы вспомнили, Виталий Наумович, он поучаствовал еще в одной войне. В 90-м, в 88-м годах до новой эры была знаменитая союзническая война в Италии. Это фактически гражданская война. Абсолютно. Вообще, после Гракхов, фактически все время идет после убийства Гракхов, она то вспыхивает, то затихает. Мария Сула, это тоже соперники-претенденты, союзническая война. Это жители Италии, разные племена, которые, Марс и Сомнит и другие, давно и прочно населяют Италию, но не имеют гражданских прав. Рим-полис. Маленький город-государство формально, гражданская община. И только жители Рима, громадного города, мирового значения для той эпохи, и Лациума, области, в которой он находится, они граждане, а остальные называются лицемерно союзники, но не имеют права ни избирать, ни быть избранными. И случается эта война за то, чтобы они все получили гражданство. Римляне называли ее странной войной, в которой они победили военным образом, но предоставили то, чего хотели италики. Уступили всем требованиям. Были вынуждены. В этой войне он опять проявил отвагу в боях, получил ранения и ослеп. Он командовал армией. Да, уже армией. Он уже командующий армией. И ослеп на один глаз. Плутар говорит, что Серторий гордился этим увечием, говоря, что это символ храбрости на лице. Награда, которая всегда при нем. Другие награды надевают изредка. А это всегда при нем. Его древние авторы много раз сравнивали с Ганнибалом. Его будут в Испании сравнивать с Ганнибалом. И поразительно, что это увече придавало ему особенно прямое сходство с великим Ганнибалом. Он знаменит. Пришел в театр, зрители встретили его овации и приветствия. Ему он в восторге. И это показалось ему, что теперь он сможет занять высокую позицию в Риме. В 88 году до новой эры выдвинулся на должность народного трибуна. Одну из самых почетных. Ведь они занимали должность народных трибунов, республиканские, но бились за власть. Народный трибун заметен. Он очень хотел избраться. Но провалился. Потому что уже стал всесильным диктатором Сула. А для него Серторий соратник Мария. Его великого соперника. И вот Серторий провален на выборах и страшно разочарован. Может быть, Наталья Ивановна, вот в этом самом интересном месте мы сделаем небольшой перерыв. На новости. На новости. И отнюдь не из Древнего Рима. Да. А потом я тоже вам накопились кое-какие вопросы. Может быть, такие даже разъяснительные. Вот хотя бы по тем должностям, которые занимаются. Очень хорошо, Виталий Иванович. Так что мы через несколько минут снова встретимся с Натальей Ивановной Башовской. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Всё так. Лерий Барынин. Эту программу транслирует компания Сетивизор. Вы можете смотреть её на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Всё так. Ещё раз приветствую нашу аудиторию телевизионную, радийную, тех, кто смотрит Сетивизор. Программа «Всё так». Наталья Ивановна Басовская. Я сегодня заменяю постоянного ведущего Алексея Венедиктова. Виталий Демарский меня зовут. И мы говорим о Сертории, о герое римской Испании. До того, как, Наталья Ивановна, вы продолжите, я должен сказать, кто всё-таки победил и получил вот эту пару книг. Напомню, что шесть победителей получают по две книги сразу. Это «Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи» издательства «Молодая гвардия». И «Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима» Николая Альбертовича Куна. Мне кажется, это новейшее издание, то я писала предисловие этой книги и биографию Куна. Впервые полная биография. Это 2010 год у меня стоит «Астрель». Это оно. Ну, вот видите, там даже не только... Я была счастлива рассказать об этом дивном человеке. Там можно прочитать и предисловие Натальи Ивановны. Итак, победители. Читаю, говорю, называю последние четыре цифры телефона. Светлана 7939, Вера 1342, Лена 3600, Александр 5628, Николай 0018 и Василий 6015. И вы знаете, я хотел бы ещё зачитать с этим одну смс, которая к нам пришла от Николая из Ярославля. Он у нас не победитель? Нет, не победитель. Он пишет нам, правильно ответил или нет, но эти книги мне хочется иметь на полке книжной. То есть, я таким почти белым стихом сказал. Николай, увы, вы мне ответили правильно, но вот учитывая такое ваше замечательное послание, я спрошу, если есть лишний комплект этих книг, мы обязательно тогда вам передадим просто вот за любовь к книгам и к истории. И, кстати говоря, в связи с этим даже напоминание тем, кто выиграл книги, очень часто вы, к сожалению, не приходите за призами, которые вас дожидаются, порой проходят месяцы, прежде чем кто-то появится или так и не появится, поэтому, Николай, у вас есть шанс, чтобы, а вдруг кто-то не придет, тогда этот комплект будет ваш. Ну вот, мы завершили наш небольшой такой конкурс в викторину и не возвращаемся, как вы принято говорите в этой программе к нашему мальчику. Когда он не серторий, овейный славой, военной славой, знаменитый человек, не был избран, не прошел на должность народного трибуна. Вот здесь я вас перебью, как мы с вами договорились, и вы нам расскажете, что такое народный трибун, это что за должность, на которую выбирают. должность, являющаяся, в общем-то, символом самого... Древний Рим не был демократическим полисом, это был полис олигархический, демократическим полисом в свое время были древние Афины, но все-таки должность народного трибуна квинтэссенция демократических тенденций, элементов, заложенных и в этой системе. Это как бы народный заступник, это человек, которому доверяет народ, двери его дома всегда должны были быть открыты для любого человека, их нельзя запирать, и любой мог прийти, рассказать свою беду, просить помощи, и народному трибуну давало слово в народном собрании, где он мог защищать интересы простых людей. Такой элемент самоуправления, что ли? Конечно, это были именно такие политические структуры. Наталья Ивановна, я должен еще исправить свою ошибку, мне здесь правильно пишут, а какой, собственно, правильный ответ? Потому что мы назвали победителей, не сказали, что великий политический деятель Рима, который завершил покорение Испании, это Октавиан Август. Вот такой правильный ответ. Это будет уже в первом веке новой эры, Август будет новой эры уже, Август будет лично участвовать в этой, и, в общем-то, Август это тот, кто в итоге победит в великих гражданских войнах Рима. Он установит систему принципата, которая, по сути, уже будет империей, а затем и откровенной империей. А пока в 88-м году, не получив должность народного трибуна, очень, конечно, этим огорченный, потому что у него была репутация, это подходящее, герой, отважный офицер, он подходил для этой должности, и оратор, это все было важно. Но тут разгорается открытая, очередной, очередной акт гражданской войны. Это открытая борьба Мария и Сулы. А он марианец, Серторий, он уже воевал, он уже воевал, не знаю, насколько он разделял какие-нибудь его отдельные, индивидуальные идеи, он верный ему воин. И поэтому он оказывается в этой гражданской войне на стороне Мария и его соратника Цинны. происходят ужасные зверства, которые всегда сопровождают гражданские войны. Марианцы на время правят Римом в 87-м, в 82-м. Чудовищные зверства. Море крови известно, что Серторий был против таких зверств, пытался Мария впавшего в зверение останавливать, но и какими методами, тоже такими же. Например, он расправился, покончил с главными головорезами Мария, которых Мария набрал из рабов. Они назывались Бордеей. Но это ужасно. В обществе, где есть рабство, набирать сторонников в гражданской войне из рабов, но это кровавая история. Так вот, Серторий вместе с Цинной приказал перебить их во сне вот этих головорезов, причем из метательных орудий. Ничем не рискуя, их дистанционно уничтожили. 4 тысячи Бордеев. То есть, ну в общем, это кровавое месиво ужасное. К осень второму все кончено с этим актом гражданской войны, ибо в восемьдесят втором Марий умер, Цинна был убит и устанавливается диктатура Сулы. Ничего хорошего Сертою ждать не надо, но все-таки ему повезло. Решили с ним напрямую не воевать из Сулы, даже не репрессировать его. Он получил назначение на должность проконсула Испании. Далеко. Пусть уезжает. У Сулы была своя логика, свой резон. Отправляясь туда, Испания это было очень далеко для этих времен, и он отправился проконсулом. Проконсул человек с огромными полномочиями. То есть, то, что вся полнота власти у двух консулов внутри Рима, а он с такой же полнотой власти, но до определенной территории. То есть, он самый главный в римской провинции Испания. Не до конца покоренный, постоянно воюющий, но все-таки. Ему в это время около 40 лет. Тут началась его римская Испания. Он останется этим римским наместником до конца своих дней. Подозрительный, опасный, явно оппозиционный. Сула быстро это понял. И в 82-м году уже посылает в Испанию войско с тем, чтобы расправиться с Сирторием и группирующимися вокруг него эмигрантами. Вокруг него стали собираться беглецы от Сулы. Те, кто бежали от ужасов Суланской диктатуры, от знаменитых проскрипций, стоило записать, любой может убить тебя, то есть, это страшные репрессии, они бегут в Испанию, к Сирторию, потому что у него авторитет Марианца, он Замария, и там гнездо оппозиции. Сула посылает туда войско, большинство эмигрантов испугались и разбежались, Сирторий видит, что дело безвыходно, и бежит в Африку, Африка ведь близко, через Гибралтар, бежит в Африку, в Мавританию, там он скитается, скрывается, это длинная особая история, я просто ее упомяну, но постепенно собирает некое войско, ну талантливый он в войне человек, собирает некое войско и одерживает победу над войском Сулы, присланным туда уже, за ним охота, он побеждает, и тогда местные жители этой, через пролив лежащей провинции Испания, присылают делегацию, это лузитанцы, главный состав, вот их основной племенной, ну один из главных, и призывают его вернуться в Испанию, потому что там суланский наместник совсем плох, они в итоге его там убивают, Серторий говорит, согласен, я свои полномочия не считаю законченными, так начинается война Сертория за Испанию, она продлится с 80-го по 72-й годы, римский наместник, до его смерти фактически, до его кончины, война в Испании, ее называют и восстанием Сертория, и движением Сертория, это непростая, ее так мимолетом можно только в общих контурах, потому что есть версии, что это, может быть, это движение более широкое, чем просто оппозиционного какого-то деятеля против суланской диктатуры, может быть, это попытка создать какой-то филиал Древнего Рима, большинство авторов современных склоняются к тому, что, конечно, битва Сертория в Испании против суланских войск, а потом против присланного Сулой Помпея, это битва за то, чтобы вернуться в Рим. То есть, это битва за Рим, а не сепаратистские какие-то тенденции. Совершенно верно, но он все-таки политику вел там особенно. А можно ли было в Испании тогда завоевать Рим? Из Испании, придя с победоносным войском, набранным и из римских легионеров, и из офицеров оппозиционных, и из местных времен. Это просто как стартовая площадка для... И пречи завоевателя. А что, кто уже только не брал Рим? И будут завоевывать Рим? И Цезарь перейдет Рубикон лет через 30 с лишним, и Сула захватывал уже Рим. Такое время, эпоха гражданских войн. Но вот он начинает проводить оригинальную политику, которая дает ему, видим, основания предположить, что он так окрепнет в этой Испании, что пойдет на Рим. Во-первых, он ограждал местное население от бесчинств солдат. Вот ему еще бесчинства Мария не понравились, и здесь борется с бесчинствами. Есть версия, что он даже однажды казнил некий небольшой отряд римлян за крайнее угнетение местного населения. Его начинают любить. Его начинают любить. Он щадил местных аристократов, называемых родоплеменные вожди и их родственники, если они переходили на его сторону, возвращал им имущество и так далее. И даже основал в Оске, местечко Оске, возможно, это современная Уэска, школу для детей знати, где носили детские итоги римские, где изучали латынь и получали римское образование. Сразу заметим, что это, в общем-то, и форма заложничества. Он это докажет, когда в безвыходном положении начнет этих мальчиков, этих мальчиков используют как заложников. Он создал свой сенат, 300 человек из римских эмигрантов, беглецов от Сулы. Тут и элемент сепаратизма, конечно, тоже есть. Он чеканит монета и так далее. И тем самым, не подозревая этого, что будет такой термин, очень способствует романизации, романизации будущей Испании. Военная сторона событий долгая. Я ее обрисую вкратце, чтобы потом остановиться на судьбе личности. Войско Сертория сначала численно очень небольшое, до 10 тысяч человек. Асула прислал полководца Квинта Метелла, пожилого и не очень талантливого. Презрительно о нем будет Помпея отзываться. Метелл медлительный, нерешительный, неталантливый. Серторий же при малой численности у Метелла больше 100 тысяч человек. Воюет умением и маневром и стремительно обучает свое войско римским приемам войны. В войске у него ливийцы, лузитанцы и прочие. Он их обучает воевать на римский лад, вводит когорты, учит римским приемам боя и заводит железную дисциплину, обзаводится небольшим флотом. Талантливый, энергичный. В смысле пиратами. Его союзниками стали пираты. А часть пиратов, а это ценные союзники. Потом Помпей с ними будет биться не на жизнь, а на смерть, и это будет очень трудно. Он становится любим. Некоторые авторы даже пишут древние, что вот по темпераменту, по характеру он нравился местным жителям. Отважный, горячий. Появилась такая штука, вот у популярных полководцев в древности всегда была что-нибудь связь с богами. Короче, ему подарили маленького олененка, девочку, юную лань. Он ее совершенно домашил, она стала такая домашняя ручная, и заявил, что она послана богиней Дианой ему, и она ему дает советы богиня через это животное. Когда животное потом на время в конце его жизни потеряется, будет полное отчаяние. Лань найдется, но не спасет его богиня Диана. Вот все это очень характерно для отношения к нему обстановки. Но все идет медленно, вся западная часть не покорена полностью, а в 77-м году Рим присылает на укрепление пожилого неталантливого метела в помощь ему молодого полководца Гнея Помпея. Помпея один из тех честолюбцев, который тоже рвется к власти. Ему дают это назначение преждевременно не по возрасту. Вы правильно отмечали, Виталий Наумович, перерыве, что там же даже были возрастные скупения по прохождению должностей. Ему досрочно дали эту должность, так боялись Сертория. Вот я процитирую. Потом Солюсти приводит письмо к ней Помпея к Сенату. Я возвратил вам Галию, Пиренеи, область Индигетов, это Восточная Испания ближняя, они все время сопротивлялись Риму, выдержал первый натиск победоносного Сертория, располагая новобранцами, численно уступавшими ему силами. Ну, численно уступавшими это он преувеличивает. Помпей, желая возвеличить свои заслуги, отдает ему должное натиск победоносного Сертория. Война идет трудно, война идет с переменным успехом. Несмотря на все усилия Сертория, не все получается Помпей талантливый, то побеждает Помпей, то побеждает Серторий, но всякая затяжная война, и тем более завоевательная война, она очень трудна. Хотя отмечают его таланты все авторы. Плутарх, например, пишет о Сертории. Не было среди полководцев того времени более отважного, чем он, в открытом бою и вместе с тем более изобретательного во всем, что касалось военных хитростей. Мы об этом говорили. Кельсибера называют Сертория Пишетапиан за быстроту его действий вторым Ганнибалом, стремительным. Стремительность Ганнибала очень ценилась в древности среди тех, кто оценивал полководцев. Они считали его самым талантливым и сравнивают Сертория с Ганнибалом. И тем не менее дело продвигается плоховато. Хотя на помощь Серторию одно время как бы с неба свалилась ему поддержка роковая, как окажется в конце жизни. Что произошло? Из Рима к нему прибыли непосредственно из Рима из Сицилии отряды недобитых одних часть участников гражданских войн. Тех, кто были сторонниками так называемого восстания Липида. Во главе с неким Пер Пермей роковая фигура в судьбе Сертория. Эти беглецы из Рима, беглецы от гражданской войны, пришли мы на помощь, мы подкрепление. А ведь это беглые варианцы. Это римляне, умеющие воевать, их не надо обучать, вроде бы все замечательно. Но нельзя не учесть, что Пер Пермей завистник и как потом окажется предатель. И довольно бездарный пелковой. Абсолютно бездарный, непопулярный. И умирал от зависти. Как часто это сочетается? Бездарность с завистью сливаются в единый прочный комок. Чудеса тактики, изобретательности Сертория не могут помочь, потому что все-таки перевес сил на стороне римской военной машины, насчитывающей несколько столетий, за ее плечами колоссальная практика. Для Рима жить означало воевать. Для римского государства существовать означало завоевывать и побеждать. И вот эта военная машина, которая столетиями отрабатывалась при всех усилиях Квинта Сертория, умных усилиях, и обучает войск, и располагает к себе население все-таки одолеть не может. Когда сформировались две римские армии Миттелла и талантливого Помпея, пусть не поворотливого Миттелла, но исполнительного. И плюс талантливый, маневренный молодой Помпей. Серторию было в прямых боях их не одолеть. Он все больше прибегает к партизанской войне. В глазах римлян, его сторонников это позор. Римляне не признают, не уважают партизанскую войну. А раз он к ней прибегает, значит, дела его идут все хуже. И еще один симптом. Он начинает искать союзника извне. И находит, ведет к нему, прибывая для переговоров о союзе, послы царя Митридата Понтийского с Черноморских берегов. В 85-м году до новой эры он был покорен римлянами. Ну, в той изысканной форме, которую придумал древний Рим. Он получил титул союзника Рима. Ну, союзник в кавычках, конечно. Это форма покорения, но не доведенная до деспотизма. Ему хочется вырваться из-под этой союзнической длани Рима. И он предлагает договор. У него есть деньги, много денег. У него есть корабли, солдаты. В ответ кое-какие территории. Победишь Серторий, уступишь мне. Среди них римская провинция Азия. И вдруг Серторий, как бы враг Рима, ни за что. Это наша римская. Вот тут он доказал, что он римлянин. Патриот. И остался навсегда остался патриот. Да, к римлянам это применимо. Азию не отдам. Ужасно удивился Митридат, когда ему сообщили. Он считал загнанный оппозиционер, у которого дела пошли уже не очень хорошо. Пусть давно умер его главный враг Сула, еще в 78 году до новой эры. Пусть его уже нет, а это 75-й год переговоры. Все равно в Риме к нему относятся враждебно. Так он на все согласится. нет. И Митридат все равно пошел на союз. Как это ни странно, ему это условие вызвало у Митридата уважение к Серторию. Помощь поступила, но никакого полного перелома не произошло. И о том, что Серторий понимал свою обреченность, говорит тот факт, что в эти годы, уже 70-е годы, он неоднократно обращался через разных переговорщиков, к меняющимся властям Рима, Рим опять как бы республика, он еще переживает республиканский этап, обращался с предложением. Он капитулирует, он сдается, он распустит свою армию за одно единственное, за разрешение вернуться в Рим и жить там как частное лицо. страсть и любовь к Риму среди вот этих ведущих образованных аристократичных людей на переломе республики и империи была искренной, истинной, бесконечной, серьезной. Потом в ранней империи уже больше будет поза и кривляния. А пока это любовь к своей уникальной истории, уникальной цивилизации. Ему отказывали, ему неизменно в этой милости отказывали. Поэтому он понимал, что все кончено. И как пишет Опиан, это уже христианский писатель, он пишет во втором веке новой эры, но они все опираются на предшественников. Серторий по божьему попущению ни с того ни с сего перестал заниматься делами, я цитирую Опиана, обставил себя роскошью, проводил время в обществе женщин, в пирах и попойках, и поэтому стали возникать заговоры. Плутарх считает иначе. И я считаю Плутарха более глубоким мыслителем и более талантливым историком в том древнеримском смысле слова. Он больше анализирует. Он считает, что на самом деле причина заговоров вовсе не в этом, а в том, что против него интригует окружение, когда дела не очень хороши, обязательно появляются предатели, и прежде всего Перперна. Перперна стал делать такие вещи, облагать немыслимым налогом местное население от имени Сертория в разрез с основной политической линии Сертория. Подрывал его авторитет и в конечном итоге все раздражение против Сертория. Составлен заговор, подлейший заговор. Серторию принесли известие о победе. А он так жаждал побед. А победы не было. Это было ложное известие, подучил Перперна. И по этому случаю Перперна сказал, пир, нужен пир. Сертория почему-то не хотел идти на этот пир, но пошел. Уж очень был рад, что якобы есть победа. Мог ли он представить с его солдатской натурой, солдатской офицерской, такой изысканный ход, придумана победа. Он пришел на пир с силохранителями из этих самых местных жителей, которые давали клятву умереть вместе с тем, кого охраняют, клятву они сдержали. Кажется, их было 9 человек. В разгаре пиршества по команде Перперны по знаку на них набросили солдаты и всех убили. А Серторий погиб. Перперна не ожидал. Это не ради Рима. Он хотел продолжить дело Сертория. Солдаты от него отшатнулись, очень быстро Перперна был побежден и казнен римлянами. Страшный для них оппозиционер Серторий ушел с исторической арены, но он и всегда остался в исторической памяти. А Помпей был удостоен триумфа в Риме. Обязательно триумф, не последний у Помпея, но и Помпея убьют свои у берегов Египта. Вот такая судьба. Такая судьба у наших мальчиков, как вы говорите, да, Наталья Ивановна? Чаще всего трагическая. Спасибо. Спасибо.